Добрый день, дорогие севастопольцы! Добрый день, Сергей Анатольевич Нечаев! Традиционно в серии передач «О чем говорят у Бенали» поднимаем двободневные вопросы, которые волнуют севастопольцев, поднимаем, обсуждаем, комментируем. И сегодня у нас на повестке дня непростой вопрос. Думаю, было бы неплохо, конечно, чтобы в этом разговоре поучаствовал Сергей Анатольевич Бенали. Но пока сделаем вот так вот. Вопрос какой? Что сейчас происходит? Кто фактически воюет на стороне НАТО? Какое количество государств? Какая политика преследуется? И что мы видим вообще в перспективах того, как будут развиваться вообще события? По какому сценарию? Очень сложный вопрос. Я бы сказал глобальный вопрос. Глобальный вопрос? Ну, таких вариантов можно... Вы знаете, все просчитывается в этом мире. Десяток вариантов хотя бы мы можем. Ну, хотя бы основные. Как все? Кому-то интересно наше мнение? Ну, почему нет? Это очень даже интересно. Вот, например, есть такое мнение, что президент Владимир Владимирович Путин в курсе всего. Все, что происходит, происходит. Он дает как возможность привести все в норму. Дает возможность утихомириться людям, которые НАТО уже сегодня участвуют, более 70 стран. Он создает возможности для того, чтобы решить этот вопрос без, фактически, будем так говорить, применения ядерного оружия. Вот. Потому что вопрос очень серьезный. Тем более мы видим, какое количество финансов выделяется странами, в том числе и Соединенными Штатами Америки. То есть 50 миллиардов, плюс дополнительно сейчас запросили еще 35 миллиардов, да? Вот. Что думаете? Ну, то, что там кто воюет, это сейчас уже всем давно понятно, что полностью все НАТО воюет, и сателлиты, которые там стремятся туда, хотят, что там они все, все воюют против России. Это, в принципе, как было всегда. Всегда против России воюет вся Европа, и всегда ей помогают, так сказать, цивилизованные страны, которые... Ну да, они Великую Отечественную войну тоже самое делали. Да, и не только Великую Отечественную, все, да. И Первая мировая война России, которая совершенно не собиралась воевать, ее... Заставили, фактически, из-за кредитов, когда Франция уже была практически уничтожена, русских неподготовленных к войне бросили на убой. По логике, любая война, она сопряжена с тем, что против нас будет воевать вся Европа. Поэтому мы всегда были готовы, к этому сейчас готовы. Поэтому... Что это, кстати, выражение было? У нас есть единственный друг, это армия и флот. Нет, ну это два друга, это говорил Александр Третий, наш лучший, на мой взгляд, царь, который был, при котором никакой войны никто не начинал. И он им говорил, что ни один русский солдат не будет умирать за чужие интересы. То есть он должен знать, за что он погибает? Ну, конечно. Без русских никогда не началась ни одна война. Ни одна война на европейском континенте не начиналась без русских. И те или другие русских звали на свою сторону, для того, чтобы потом другими повоевать. Потому что, по большому счету, как бы с нашей армией всегда считались, наш народ, никто никогда не считал, что он там беспомощный. Все знали, что мы умеем воевать. Все знали, что мы никогда не сдаемся. Все знали, что у нас очень сильный дух. И мы, как бы, за свою родину, даже где бы она ни была, как Суворов, да, воевал же он, что же воевал, как наемник по Европе ходил, там, всех купил, даже Наполеона. Поэтому русский солдат, как бы, он такой, русский человек просто такой. По своему мировоззрению, укладу. Поэтому все это знают. Поэтому все пытаются нас разложить изнутри. Всегда вливают в нас какие-то средства для того, чтобы найти наиболее таких, как бы, неустойчивых людей, которых можно было там направить против нашей страны. И те, не понимая, что делают, вроде как бы, ну что я там один, ну что-то сделаю, от страны не убудет. И вот таким образом формируют вот эту, как так называемую, пятую колонну, которая потом, по сути, она, как бы, в большинстве своими подводит своих спонсоров, потому что они уже, когда уже понимают, что они натворили, как бы, дают обратку. Основная масса. Но это по истории всегда, всегда было так. У нас же начинается что-то. Ну, предателей всегда хватает, трусов хватает. Но это везде, в любом народе, просто в других народах этого значительно больше. И не то, что я там хвалюсь, там, или еще что-то такое. Вы под любую войну возьмите Европа. Да я всегда называю, что вся Европа всегда с поднятыми руками. Кто бы ни пришел, пришел какой-то сильный, там, я не знаю, там, кто угодно, там, Батый, там, Наполеон, я не знаю, там, Карл 12, без разницы, Гитлер. Все, вся Европа сразу под пяткой. То есть, тут, как бы, времени-то многое, не затрачивали никогда для того, чтобы их там завоевать. Любую страну, там, хоть они, там, и великие, там, и развитые, и богатые, и все такое прочее, вообще вопросов нет. И королей, там, унижали, и деньги, там, откупались, там, и, в общем, это... Всегда была война. Всегда. Тут я могу привести, я не знаю, сотни примеров, знаменитых, известных людей, как они вели себя во время вот этого, где они были, на колонии работали. Поэтому Европа, она вся всегда была, вот, вот, пришли, кто там сильнее, кто их там, и они, они за них и будут. Поэтому здесь... Вот так все, да? Ирина Анатольевич, еще вот вопрос. А как вы вот считаете, что... Об этом сейчас многие говорят, пишут и прочее. Говорят, что специальная военная операция выявила очень много недостатков во всем, фактически, в Российской Федерации. Выявила очень много недостатков. И, как говорят очень многие журналисты, да, они все примерно говорят одно и то же. Они говорят, ну, я имею в виду, которые опытные достаточно, которые начитанные, грамотные. Они все говорят, что главный момент, который выявила специальная военная операция, это то, что многие не говорили неправду, заврались. И вот такая ситуация. Приукрашали, показывали там технику, супертехнику, рассказывали о том, что так все здорово. Все так... такая экипировка. В конечном итоге выявилась масса недостатков, вплоть до того, что хищение, вплоть до того, что на босты каких-то ставили военных, которые, в общем-то, неумелые. Вот примерно так. Что вы к этому поводу скажете? Так опять же, опять же, это было всегда. То есть такая ситуация всегда была? Ну, в мирное время в армии, вот представьте, кто приходит к власти в армии в мирное время. Люди, которые умеют это делать, умеют приспосабливаться, имеют какие-то инструменты. Дружат с кем-то там, родственники чьи-то. Они приходят же не по боевым своим качествам, занимают должности, а занимают, потому что по умению приспосабливаться к таким условиям. Ну и, соответственно, что такое армия? Это очень большие... Живой организм, соединенный с экономикой. Нет, это очень большие материальные ценности, которые должны храниться на складах, которые должны реализовываться в военное время, для того, чтобы, не дай бог, на нас напали бы, всю страну нужно одеть, вооружить, правильно, это шабуть. Это сколько средств нужно. А мы тут даже не было еще частичной мобилизации, уже столкнулись с тем, что того нету, того нету, того нету. Мы же постоянно собираем гуманитарную помощь. Всегда какие-то недостатки есть, потому что в свое время кто-то что-то там утянул, где-то кому-то что-то продал, где-то, естественно, обманул, какие-то не те отчеты написал и все. Не нам об этом рассуждать, но это же, это было, я говорю, что это было всегда. Ну да, но только единственный вопрос, что специальная военная операция, это, мы уже об этом много говорили, это крайне была необходимость уже, потому что еще чуть-чуть бы и совершенно бы на другой территории была война и очень быстро пошли бы на Донбасс. И для вас, и для зрителей я говорю о том, что война не началась 24 февраля, она началась еще в 2014 году, когда обстреливали, ВСУ обстреливали мирные города Донецка, Луганска. Эти области обстреливали, которые тогда вышли фактически из состава Украины, и этих признаков было очень много, почему это произошло. Один из самых важных признаков, это именно защита русского населения, русскоговорящих граждан. И вот политики допустили очень много ошибок всяких разных, и фактически война не идет в последний год, она уже идет фактически начиная с 2014 года. Ну я говорю, почему я говорю война, потому что когда летят снаряды, когда диверсии совершаются, когда взрываются, сколько было убито командиров на Донбассе, да, мы знаем. Да и котлы, и что там Виловански, да, и котлы, ужасно. Это, конечно, военные операции. Да, ну что, здесь речь, вот у вас сразу там два вопроса как минимум возникло в этом, в том, что вы говорите. Во-первых, вот последнее выступление, когда Зеленский выступает, там жалуется в ООН, что вот как без света мы живем, вот они нас тут, а вы вспомните, как вы Крым оставили? Крым обрезали, и мы жили без света, да. Если бы оперативно Россия там не бросила кабель, там не при... что бы было с Крымом? Что бы было с Крымом? Я не знаю, что бы было. Было бы очень плохо, я там здесь находился, был этот так называемый blackout, который мы сидели без света, верен на отключение, пользовались, и у меня у самого дома стоял дизель-генератор. Вот так вот мы жили какое-то время. А теперь они почему-то вспомнили. Да, вспомнили, а на Донбассе это было все время. А сколько детей погибло на Донбассе, когда они шли гулять, от них туда прилетал фнаряд. И эти высоушники там, они фактически ржали там и говорили, то есть жители Луганска и Донецка для них были там сепаратистами и преступниками там, и как там еще они их называли там. Ну, это страшно вообще поверить в это вообще, что произошло. Когда ты там не находишься, тебе трудно это понять. А когда ты в этом повалился, ты это очень хорошо понимаешь, потому что пропустил через себя. Они же воду отключили, они не думали о детях в Крыму? Ну, конечно, никто не думал о том, что эпидемия будет. Я сам ездил в этот период, я ездил, снимал водохранилища, которые были без воды уже, и я, когда я об этом рассказывал, что если Боженька нам не поможет, вода не вредет, то мы здесь все будем вообще в ужасном состоянии. Что еще хочу сказать, вот есть еще отдельная тема, да, тема какого плана. Вот вы заговорили о пятой колонии, да, а мне вспомнилось, как работала немецкая разведка Абверс, которая накануне, еще задолго до начала войны, вербовала конкретно, а фактически ни от кого не секрет, они даже фактически что устраивали. Например, даже в фильме какого-то произведения, не помню каком, там где пропали жена и дети одного из генералов, которые якобы числились убитыми, что они погибли. И вдруг в штабе к нему приходят там посланцы и говорят, что ваши дети живы, они находятся, семья ваша живая находится у нас. Наши требования такие, чтобы вы нарушаете передислокацию войск, то есть фактически открытое давление на этого генерала. Естественно, он выдержал этот период, этот момент, и все-таки не сдался, и в конечном итоге по фильму все закончилось благополучно, дети и жена были возвращены. А сколько таких вещей, то есть как Абер работал, они создавали, например, еще каком-то будущем курсантом или старшим офицером, человек совершал преступление. Они это все документировали, и непосредственно перед каким-то или операцией, или вербовкой они выходили и говорили, что если ты не сделаешь это, 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 то мы эти данные обнаружим, у тебя свои же выстрелят. Поэтому работай на нас. Так работала глубинная разведка, это понятно. И я думаю, что ни для кого не секрет, что наверняка и сегодня это происходит, в том числе и в Российской Федерации. И это, конечно, прискорбно. Да сейчас сегодня, везде все разведки так работают. Шантаж, подкуп, это нормальные вещи. Кому-то за деньги, кого-то там ранее известная информация, каком-то с преступлением на него давят, говорят, мы сейчас про это все обзародуем, или счета за границей, или там еще какие-то материальные ценности, украденные этим человеком. То есть меры воздействия, естественно, есть. Сейчас-то это вообще просто. Сейчас деньги решают. Конечно, что там у них денег. Мир денег. Конечно, деньги печатают, сколько угодно можно, количество зависит, человека подкупить. Да, американцы в прошлом году ушли из Афганистана, где они находились более 20 лет, и где они тратили из бюджета США 50 миллиардов долларов в год. Я всегда еще подумал, думаю, почему-то американцы так вот резко заторопились уходить, бросили на 800 миллиардов долларов техники, имущества всякого разного, там, джипы, склады и прочее. Все побросали и ушли. Теперь понятно, то есть они о том, что будет эта война, гибридная война на Украине, они знали, и эти деньги ушли из Афганистана с возможностью перебрасывать денежные средства, денежные потоки на то, чтобы вести здесь войну. Как удобно, да? Со всех сторон обложили Россию. Они всегда вкладывают со всех сторон Россию, они всегда это делали, и здесь я не верю, что они убежали, там все это оставили, специально, наверное, договорились, оставили, чтобы нам мутить тут с юга, чтобы у нас было здесь неспокойно. Американцам веры нет, вообще англосаксам веры нет. Это самое беспринципное, наглое, вероломное, можно как угодно это называть, это же в свое время когда-то был сайт, он назывался «Черная сторона Америки», где весь сайт пестрил войнами, которые на протяжении 200 лет проводила преступная организация, это правление США, ну, правительство, не народ, подчеркиваю. Кстати, сейчас мы уже знаем даже, что некоторые военнослужащие вооруженных сил Америки, бывшие, они воюют на стороне Донбасса, это уже тоже известно, там несколько даже около батальона этих уже людей есть, где бывшие генералы, они приезжают и участие принимают, это не народ, это, ну, это непосредственно народ, а еще что хочется сказать, что, ну, так же самое, как мир раскололся на две части, то есть одни страны поддерживают Российскую Федерацию, и они понимают вопрос этот видят справедливым, и то, что это территория Большего Советского Союза, и это фактически наша территория, вот, и поэтому на ней должен быть порядок, и не должно быть такого врага, который бы пропагандировал нацизм и фашизм. Опять тут, я не знаю, как страны, что брать за страны? Есть народ, есть государство, кто, кто поддерживает? А Европа сейчас ощущает на себе вот эти тяготы этой войны, конечно, они будут против нас, а русские такие, сякие, потому что и люди, и государство, государство заставляет... Ну, не все, я сейчас смотрю, что поднимаются люди, Испания, Франция, Италия, они начинают прозревать просто наоборот. Да, кто виноват, они же, кто виноват, что вроде как бы им же сказали одно, а время-то проходит, оно же все на свои места расставляет. Ну да, я, кстати, недавно прочитал даже, что учредителем ООН являлся Советский Союз, то есть фактически Россия является его правоприемником, а там в нескольких статьях, то шестая, по-моему, то седьмая статья, как раз и пишется, что те страны, которые будут воевать в перспективе или возрождать фашизм, да, и будут на стороне вот несправедливости, то Российская Федерация имеет полное право фактически защищать свои законные интересы и, в общем-то, уничтожать нацизм, фашизм. Нет, там немножко не так, я знаю, как это было, это просто вон закрепили, вот те договоренности, которые были в Москве у нас там в 43-м году, в Ялте были, в Крымской конференции, да, они закрепили право стран, которые победительницы, это Советский Союз, Америка и Англия, ну, Китай тоже о недопущении, что если где-то будет возрождаться какой-то там фашизм, то они по согласованию друг друга могут их мирным способом, могут немирным способом, могут просто их поставить в известность и могут наказать их. И вот этим правом наша страна пользует. Американцы этим пользуются со времен 45-го года, они кого только не наказывали за это. Хотя должно быть, вот с кем сталкивались. Если Китай сталкивался с Японией, значит он только против Японии может это сделать. А если мы сталкивались со всей Европой, мы можем против всех это сделать, если там зарождается фашизм. Мы же что, мы там воевали, что ли? Хотя имели полное право им сказать, или вы убираете всю эту символику, все эти направления, либо мы вас там грохнем. Я просто что хочу сказать, что специальная военная операция не проводится против населения Украины. Она проводится сугубо против преступного правительства. Они же как сейчас рассуждают? Они сейчас рассуждают как? Вот русские такие, сикии, нам тут повзрывали электроэнергию, хотят нас оставить без воды, без тепла, без электричества. Вот они такие изверги, хотят извести украинский народ. Кто хочет что извести-то? Если бы хотели извести разборбительные города, да и все бы сравняли с землей и все дела. Наоборот, идет как раз вот именно жалко народ-то. Я так понимаю, что нужно там уходить быстрее, наверное, с этой территории, чтобы там не мерзнуть ничего, раз такая ситуация и все. Народ, наоборот, нужно сохранять. И наши, я говорю, как я всегда говорил, что наши на цыпочках воюют. На цыпочках, а мы несем очень большие потери из-за этого, что мы на цыпочках воюем. Сергей Анатольевич, очень часто задают вопрос, мне звонят и говорят, что Павел Евгеньевич, а почему не Российская Федерация, Министерство Брон, допускает вообще провоз техники, которая идет через Польшу, через Румынию, через эти страны, идет фактически на территорию Украины и фактически в огромных масштабах это все происходит. Почему не, в общем-то, при самом появлении этой техники на территории Украины не разбить эту колонну, не взорвать, не уничтожить? Ну, этот вопрос не ко мне, я не знаю, почему это не происходит, но хотя тоже считаю, что это было бы неплохо, уничтожить заразу при самом ее подъезде к Украине даже. Для меня тоже загадка, что почему не бомбят там 6 въездов, там, грубо говоря, в Украину. Ну да, все знают, со спутников все видно. Грохнули эти подвозы, никакой подвоза это вооружение не будет. Может, это часть какого-то плана? Я не знаю, что это такое, может, бизнес какой-то там договариваться между собой, чтобы возить какие-то товары, может, там еще что-то. То есть, тяжело рассуждать, когда это не знаешь. И уверенности в этом у тебя нет. Как будешь рассуждать? Странно, все говорят, что очень странно. На Украине очень много русских людей. Вы знаете, что сейчас с ними происходит. Недавно я общался с гражданами Украины, и они мне даже сказали, что появился новый термин такой, да? Человеку задают вопрос. Разговариваете на украинском языке? Он говорит, да, конечно, разговариваю, ну, при приеме на работу. А думаете, на каком языке? Вот до такого дошло. Я, честно говоря, ну, не в шоке, но я просто удивлен, что, оказывается, человек должен думать еще на том языке, на который он говорит. Это необязательно. То есть человек может, вот я, например, думаю, никто это не проверит, как я думаю. Я на арабском может думать, правильно? Так удобнее, да. Я думал на татарском. На татарском? Ну, на татарском я еще пока не знаю. Но сам факт вот этого. Человеку задают такой вопрос. А вы на каком языке думаете? Кстати, Сергей Анатольевич, на каком языке вы думаете? На русском. Другого языка вы не знаете, да? Нет. А вы знаете, я русский выучил только за то, что на нем разговаривал лень. Так? Это маяковский. Это маяковский, да. Речь идет о чем? Речь идет о том, что посмотрите, какие происходят репрессии. Вот заходят украинцы. Наши оставили населенные курсы. Тут же стукачи выводят этих людей. Говорят, карточка есть, получал деньги. И начинают цели прийти. О, рубли! Все, великое преступление. У человека нашли рубли. Слушайте, ну вот, по-моему, это дикость, когда люди виноваты. В свое время вы ушли отсюда, потом пришли. А люди тут всегда жили. И что вы от них хотите требовать? То есть, если вы не можете защитить этот народ, что вы можете с него требовать? Вот это, я считаю, слабость людей, что это не сильная сторона. Мужчины так не должны поступать. Так, а вы еще посмотрите, есть международная конвенция, по которой фактически издевательства над военнопленными запрещены. А недавно, вы знаете, просто расстреляли просто-напросто. Сначала показали одну картинку, потом расстреляли, и все. То есть, это вообще просто жесть. Ну, нам же говорят, что фашизма там нет, да, украинцевая? Да, да. У нас там фашизма нету. Вот, пожалуйста. А при этом Российская Федерация, я считаю, как же содержание, спрашиваю, звоню, мне отвечают и говорят, что Российская Федерация сегодня такой же военнопленный стоит на довольствии, на точно таком же, как и военнослужащие. Так всегда так было. Ну, что это такое? Получается, тех не кормят вообще, издеваются, убивают. А наши еще и лечат, Российская Федерация, раненых лечат, оказывают, делают им дорогостоящие операции. И, в общем-то, гуманно очень, очень гуманно. А здесь просто, вот, жесть, можно так сказать. Ну, вот, я не знаю, это как раз западная черта, потому что, знаете такое, что, да, в 20-е годы была война с Польшей. И там очень много русских пленных осталось в то время. С поляками? Вот, кстати, поляков терпеть не могу, шеков. По одним данным, там больше 120 тысяч пленных осталось, а вернулось что-то там порядка, что ли, там 40, не помню сейчас точно. Огромное количество людей осталось. Когда я читал, что с ними там делали, с пленными в польских лагерях, просто кошмар. И мне вот эти вот немецкие концлагеря показались, это вот, это просто следствие... Детским садом? Нет, не детский сад, то же самое, но это следствие вот этих вот польских лагерей, которые были... То есть фашизм, он фактически, это не какой-то... Это не национальное. Это просто проявление вот... Очень много... Вообще, я считаю, что фашизм это проявление сатанизма. То есть фактически, как даже Владимир Владимирович Путин сказал, что мы сегодня имеем дело с сатанизмом, фактически. Ну было же, вот я говорю, что в истории, как у нас во время войны, как относились к финнам? Финов считали очень жестокими. Их в плен брать не хотели, потому что они то же самое издевались над пленными. Венгров, Мадьяр же... Ужаснейшее. Тоже шло, что... Румыны то же самое. Не, ну по румынам не было такого, что... По румынам было, в Крыму очень много претензий. Претензии были ко всем. А здесь просто вот... Вот жестокость неоправданная абсолютно. Ну да. Вот когда человек один беспомощный, а у второго все, ну не надо себя вести как... Надо быть благородными и согласно конвенции... Даже ты можешь быть неблагородным, ты просто веди себя прилично, вот как бы уже все выиграно, зачем? А здесь это же для чего делается? Вот этот страх навязать, вот это вот испугать людей. Но по истории никак понять не могут, что русский кто-то только злит. Чем больше вы делаете вот подобных преступлений, тем больше вы ненависти к себе привлекаете. Страх никогда не загонял в угол народ. Он может загнать в угол отдельного человека, но никак весь народ, наоборот, будет мстить. Ну, мне хотелось бы сегодняшнюю нашу передачу закончить словами. Наше дело правое. Мы победим. Победа будет за нами. Субтитры сделал DimaTorzok